Дети-ангелы Сегодня в движении вовлечены 40 регионов. В течение последних 10 лет квалифицированный специалист Дети-ангелов ездит по стране и лечит особенных малышей. 13 представителей благородной профессии добрались и до Ульяновска. Основная работа, которая производится в сайлинге, рассчитана на вертикализацию ребенка, проработка различных мышечных групп, начиная от нижних конечностей, заканчивая руками. При изменении положения мы можем добиться различной нагрузки. С детьми ДЦП эффект добивается не сразу, не за один курс, не за один слет, и все это нарабатывается годами. Подход, конечно, индивидуальный ко всем. Принцип такой, что дети с ДЦП, многие не могут даже ходить, сидеть, двигаться. В воде они себя чувствуют более свободно, раскрепощенно, расслабленно. Очень часто снимается с пастика, которая им мешает двигаться. Ну и сама по себе вода, это же разгрузка такая, что нет земного притяжения. Методика, в принципе, у каждого специалиста со временем складывается своя, и многие специалисты, и я в том числе, обучаемся дополнительно различным направлениям, и вследствие этого методика комбинированная и смешанная, и индивидуальная каждому ребенку. Организовать курсы реабилитации оказалось непросто. Дать должное в этом необходимо председателю регионального отделения организации Наталье Михайловой. К детям-ангелам она имеет непосредственное отношение. Попала в эту большую семью 3,5 года назад как мама. Мама особенного ребенка. Врачи сказали, что ничего с ребенком не получится, что она не пойдет никогда, не заговорит никогда. И ничего, у нас постоянный регресс, у нас там свои диагнозы, и ничего не выйдет. Конечно, я не сдалась. Попали вот дети-ангелы, увидела результат уже после первой реабилитации, познакомилась со всеми, попала в одну большую семью. Первому в истории региона выездному курсу с детей-ангелов помогали все неравнодушные. Фонд «Дари Добро», к примеру, взял на себя затраты по аренде бассейна. Благотворительному жесту подключились даже крупные предприятия области. На пожертвования были закуплены кушетки, специальные мечи, коврики, подарки и все необходимые вещи, которые хоть на полшага, но помогут приблизить детей и их родителей к заветной мечте. Трудности были, причем, наверное, основная трудность – это дать понять людям, что мы на самом деле хотим помочь. Потому что особенно и мамы, и в нашем городе вообще, они как будто загнаны даже. Порой врачами, к сожалению, порой нашим обществом, которое пытается отгородиться от таких детей. Несмотря на скепсис и местами жесткую критику, региональное отделение будет продолжать работу, и первый слет в Ульяновске точно окажется не последним. К тому же среди участников ежегодных курсов есть те, кому не дали надежду и поселили веру в душе. Мы под детям-ангелом ездим два года, и именно на этих курсах Ваня начал ползать, Ваня научился вставать, и в январе, 20 января этого года он у нас научился ходить. Чудо случилось и в семье Алибастровых. Их сын Семен встал на ноги после двух посещений курсов. Благодаря этим слетам мы имеем специалистов, которые ведут ребенка, ну, от начала до конца они их уже знают, знают их особенности, знают к ним подход. Есть и те, кто на подобном слете впервые, однако восторгу уже нет предела. Эффект отвлечения от такого комплексного дает свои результаты, в общем-то, еще неделя. Пятый день сегодня еще как бы не закончен. Стал лучше ногу поднимать, то есть у нас такого не было до занятий, то есть специалисты очень хорошие, ребенок спокойно себя ведет, то есть на массаже мы обычно не лежим, даже минут пять, а тут прям даже засыпает. Специалисты пробудут в Ульяновске до 31 мая. Всего в рамках первого курса реабилитации помощь получит 64 ребенка. В следующий раз врачебный десант детей-ангелов высадится в нашем городе 26 ноября. За это время малыши и родители получат домашнее задание. К очередному приезду уже горячо любимых докторов покажут, какого колоссального успеха смогли добиться за полгода. Рината Ариулова, Юрий Конихин. Специально для Ульяновской правды.